Беседа 68. Народ отвечал ему. Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесено быть сыну человеческому? Кто этот сын человеческий? Иоанна 12.34. Ложь бессильна и легко изобличается, хотя снаружи и разрисована многоразличными красками. Как те, которые покрывают смазкой стены, близкие к разрушению, через эту смазку не могут поправить их. Так и люди, когда говорят ложь, легко изобличаются. Так именно случилось и теперь с иудеями. Когда Христос сказал, когда я буду вознесен от земли всех привлеку к себе, они возражают. А мы слышали от закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесено быть сыну человеческому? Кто этот сын человеческий? Итак, они знали, что Христос, еслицо бессмертное, имеет жизнь бесконечную. Следовательно, понимали и то, что он говорил. Да и в Писании во многих местах говорится вместе и о страдании, и о воскресении. Так, например, Исаия поставляет то и другое вместе, когда говорит, как овца веден на заклане, и так далее. И Давид во втором псалме, равно как и во многих других, соединяет то и другое. И патриарх Иаков сказал, лег, уснул, как лев, привосокупил, как скиминг, то возбудит его. Бытие 49.9. Чем указывает вместе и на страдания, и на воскресение. Но иудеи потому говорят, что Христос пребывает вовек, что этим думали заградить ему уста и показать, что он не Христос. И смотри, какая злонамеренность. Не сказали быть распят. Мы слышали, что Христос не должен страдать, не должен быть распят, но пребывает вовеки, хотя эти слова и не составляют возражения, потому что страдания не было препятствием к бессмертию. Отсюда можно видеть, что они понимали многое, что могло казаться обоюдным, и что они по доброй воле поступали злонамеренно. Так как Высший Христос беседовал о смерти, то они, услышав здесь слово «вознесен», пришли именно к мысли о смерти. Затем говорят, кто сей Сын человеческий? Это также с злым умыслом. Не подумай, говорят они, что мы разумеем здесь тебя, и не говори, будто мы противоречим тебе во вражде с тобою. Вот мы даже и не знаем, о ком ты говоришь, и все же однако высказываем свое мнение. Что же Христос? Желая заградить ему ста и показать, что его страдания нисколько не препятствуют ему пребывать вовек, Он говорит, еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма, а ходящий во тьме не знает, куда идет. Стих 35. Этим показывает, что смерть его есть только представление, так как и солнечный свет не исчезает совершенно, но скрывшись на краткое время снова является. Ходите, доколе имеете свет. О каком времени говорит он здесь? Разумеет ли, всю настоящую жизнь или только время до креста? Я думаю, и то, и другое, потому что по неизреченному его человеколюбию, многие уверовали в него и после креста. А говорит он это для того, чтобы побудить их к вере, что и прежде делал, когда говорил, еще на малое время я с вами. Я на 7.33. Ходящий во тьме не знает, куда идет. В самом деле, чего не делают теперь иудеи, и однако же не знают, что делают, но ходят как бы во тьме. Думают, что идут по прямому пути, а на самом деле идут противоположным путем. Соблюдают субботу, хранят закон, наблюдают правила касательно пищи, но не знают, куда идут. Поэтому и говорил, ходите во свете, чтобы были сынами света, то есть моими сынами. В начале Евангелист говорит о верующих, что они не от крови, не от хотения плоти, но от Бога родились. 1.13. То есть от Отца. А здесь говорится о самом Христе, что Он их рождает, чтобы ты знал, что у Отца и Сына одно действие. 2.13. Пока дойдут они до самого дела, но скрылся, чтобы укротить их ненависть. Смотри, как на это указал и Евангелист. Он сейчас же приусокупил. Столько знамений сотворил Он, и они не веровали в Него. Стих 37. Какие это знамения? Знамения, которых Евангелист умолчал. Да, это же видно из последующего. После того, как Он удалился и уступил им, Он снова приходит и кротко беседует с ними, говоря таким образом. «Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня». И заметьте, как Он обыкновенно поступает. Начинает речь скромно и уничиженно, относя все к Отцу. А потом возвышает свое слово. Когда же видит, что они приходят в ярость, удаляется. А потом снова является и снова начинает речь уничиженную. Когда же Он так поступал? Скажи лучше, когда Он так не поступал. Вот смотри, как Он говорит сначала. «Так слышу, так и сужу». 5.30. Затем возвышенное. «Ибо как Отец воскрешает мертвых и живит, так и сын, кого хочет, живит». 5.21. И опять. «Я не сужу вас. Есть иной судящий». 8.50. А потом опять удаляется. Затем, явившись в Галилеи, говорит. «Заботьтесь, не опищить тленный». 6.27. «И сказал о себе великое именно, что Он сошел с неба, что Он дает жизнь вечную, снова уходит. А в праздник кущий опять является и поступает точно таким же образом». 4.56. Да и постоянно, как всякий может видеть, Он разнообразит таким образом свое учение. «То приходит, то уходит, то говорит смиренно, то возвышенно. Так точно Он поступил и здесь. Столько знамений сотворил Он, и не веровали в Него. Но дозбоится слово Исаии Пророка, который говорит, «Господи, кто поверил слышенному от нас, и кому открылась мышца Господня?» 37.38 стих. «И опять, потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои, и окаменил сердце свое, да не веет глазами, и не уразумеет сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их». Вот опять слова «как» и «сказал» означают не причину, а следствие. «Не потому иудеи не веровали, что так сказал Исаия, но потому сказал так Исаия, что они не будут веровать». Почему же евангелист говорит не так, а напротив, как будто представляет неверие следствием пророчества, а не пророчество следствием неверия? В дальнейших же словах он то же самое выражает еще сильнее, говоря так. «Потому не могли веровать, как говорил Исаия». Этим он хочет яснее доказать, что Писание не ложно, и что предсказанно им совершилось не иначе, а именно так, как было предсказано. А чтобы кто-нибудь не сказал, зачем же и пришел Христос, или он не знал, что его они будут слушать, для этого и приводит пророков, показывая, что и они это знали. Пришел же Христос для того, чтобы не имели никакого извинения в своем грехе. Что предсказал пророк, то предсказал потому, что так непременно будет. А если бы не должно было непременно совершиться, то он и не предсказал бы. Но оно должно было непременно совершиться, потому что иудеи были неизлечимы. Если же и поставлено здесь слово «не могли», то оно значит то же, что «не хотели». И ты не удивляйся этому. Вот и в другом месте говорится «могущий вместит, да вместит» Матфея 19.22. Так и во многих местах Писания обыкновенно употребляет слово «возможность» в смысле «хотения». Вот, например, еще «не может мир ненавидеть вас, меня же ненавидит» Иоанна 7.7. Да, это же самое, как всякий может видеть, бывает и в обыкновенном разговоре. Так, когда кто говорит «я не могу полюбить такого-то», то под возможностью разумеет особенную силу «хотения». Точно так же, такой-то не может быть добрым. Да и пророк так говорит. «Может ли и теоплянин изменить кожу свою, и барс, пятна свои, и народ сей? Возможно ли творить доброе, научившись злому?» Не то, разумеет он, будто совершение добродетели для этих людей невозможно, но что они не хотят того, потому и не могут. И слова евангелиста выражают только то, что пророку невозможно было сказать ложь, но никак нельзя сказать, что по этому самому иудеям невозможно было уверовать. Пророк мог остаться верным, и в том случае, если бы они уверовали, он бы того и не предсказал. Так почему же, скажешь, Писание не выразилось таким образом? В Писании есть некоторые подобные особенности, а потому надо подчиняться его правилам. «Сказав это, когда увидел славу его, чью славу? Отца». Как же, Иоанн, прилагать эти слова к сыну, а Павел к Святому Духу? Это они говорят не потому, будто смешивают ипостаси, а чтобы показать, что у них одно достоинство, что принадлежит отцу, то принадлежит и сыну. А принадлежащее сыну принадлежит и Святому Духу. Хотя многое Бог изрек через ангелов, однако ж никто не говорит, как сказал ангел, но как сказал Бог, что изречено Богом через ангелов, то принадлежит Богу, но принадлежащее Богу еще не принадлежит ангелам. А здесь апостол говорит, что это слова Духа, Деяния 26-25. И говорили о нем. Что говорили? «Видел Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном» Исаии 6-1 и прочее. Итак, слава называет здесь видение, дым, слышание незреченных таинств, зрение серапимов, молнию, исходящую от престола, на которую не могли смотреть те силы. И говорил о нем. Что говорил? Что он слышал голос, говоривший, «Кого послать мне и кто пойдет?» И сказал, «Вот я, пошли меня!» И сказал, «Слухом услышите и не уразумеете, и смотреть будете и не увидите, ибо ослепили отчество и окаменили сердца свои, да не видит очами и не уразумеет сердцем». Исаии 6-8-20. Вот опять новое недоумение. Но его не будет, если вникнем в дело надлежащим образом. Как солнце поражает глаза больных, но не потому, чтобы оно имело такое свойство. Так бывает и с теми, кто не внимает словам Божиим. В этом же смысле говорится и о фараоне, что ожесточил его сердце. Так бывает и с теми, которые каким-нибудь образом противятся словам Божиим. И это особенность Писания, равно как и выражение. Бог предал их превратному уму, Римлянам 1-28, и разделил языки. Второзаконие 4-19. Это значит позволил, попустил. В этих местах выражено не то, будто Бог и это производит. Но показывается, что это происходит от злобы других. Когда мы бываем оставлены Богом, тогда предаемся дьяволу. А предавшись дьяволу, подвергаемся бесчисленным бедствиям. Итак, чтобы устрашить слушателя, говорит, ожесточили и предал. А что Бог не только не предает нас, но и не оставляет, если мы сами этого не захотим. Послушай, что говорит. Не грехи ли ваши разлучили меня с вами? Исайя 59-2. Еще. Удаляющие себя от тебя гибнут. Исайя 72-27. А Осия говорит. Забыл закон Бога своего, забуду и я тебя. Осия 4-6. И сам Христос в Евангелии. Сколько раз хотел я собрать час твоих, и не восхотели. Лука 13-34. И опять Исайя. Пришел, но не нашел человека, звал и не было слушающего. Исайя 52. Говоря таким образом, показывает, что мы сами полагаем начало оставлению нас Богом. Сами бываем виновны в своей погибели. А Бог не только не хочет ни оставлять нас, ни наказывать, но когда и наказывает, делает это против своего желания. Не хочу, говорит он, смерти грешника, но чтобы обратился и жив был. Исайя 18-32. А Христос даже плачет о разрушении Иерусалима. Как поступаем и мы в отношении к своим друзьям. 458. Итак, зная это, будем употреблять все меры, чтобы не отпасть от Бога. И постараемся иметь попечение своей душе и любовь друг к другу. Не будем отторгать от себя своих членов. Это свойственно беснующимся и умалишенным. Но чем худшим найдем их положение, тем больше покажем об них заботливость. Ведь мы часто видим людей, одержимых упорными и неисцелимыми телесными недугами. И однако же не перестаем прилагать к ним врачевства. Что, например, хуже подагры? Что? Хирагры. Но разве мы отсекаем из-за этого члены? Вовсе нет. Напротив, употребляем все меры, чтобы получить хоть какое-нибудь облегчение, если уж нет возможности уврачевать болезнь. Так же будем поступать и со своими братьями. Хотя бы они страдали неисцелимыми болезнями, будем неотступно заботиться об их исцелении и носить тяготы друг друга. Через это мы исполним и закон Христов, и достигнем обетованных благ по благодати и человеколюбии Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава во веки веков. Аминь.